Это программа «День с толком» в студии Анастасия Драган. Смотрите в этом выпуске. На Алтае пошла на спад волна коронавируса, а депутаты тем временем голосуют за закон о QR-кодах. 15 победителей краевого конкурса «Молодой врач». Кто они? Зачем? И надолго ли пришли в медицину? Еще одна покоренная высота. Краевой драматически стал лучшим региональным театром в конкурсе «Звезда театрала». Депутаты краевого парламента приступили к опросному голосованию по федеральному закону о QR-кодах. Народные избранники всех регионов в эти дни выражают свое мнение, нужно ли дополнительно ограничить доступ жителей в общественные места, например, в аэропорт или железнодорожный вокзал. Также алтайские депутаты планируют внести свои предложения для федеральных коллег. В частности, они сводятся к тому, что альтернативой QR-кода может стать справка о высоком уровне антител или отрицательный ПЦР-тест. Также парламентарий считает необходимым прописать в федеральном законе конкретный список мест, где нужен QR-код, установить единый срок действия для вакцинированных, переболевших и тех, кто имеет медотвод. Всего 11 предложений. Вместе с тем медики осторожно, но говорят о снижении очередной волны коронавируса. Так, по словам главврача 11 больницы Барнаула Андрея Коломидца, сейчас стало вдвое меньше тел, проходящих через патологоанатомов, вдвое меньше беременных и детей, зараженных коронавирусом, меньше впервые обратившихся с симптомами ковида. А вот статистика по ОРВИ наоборот ползет вверх. Так, за прошедшую неделю в край зафиксировали почти 35 тысяч болеющих гриппом, а это на 2500 человек больше, чем недели ранее. К понедельнику семь школ и три детских сада в край закрыли полностью. На удаленный режим работы перешло почти 1500 классов и 320 групп дошкалят. Обезопасить себя от ОРВИ, подчеркивают врачи, можно с помощью вакцины. Четверть жителей региона, а это почти 585 тысяч человек, уже поставила препарат. В этом году уполномоченному по правам человека в Алтайском крае поступило 1831 обращение от жителей. Это на 21% больше, чем в прошлом году. Об этом сегодня рассказал сам омбудсмен. Большое количество вопросов связано с обязательной вакцинацией и с внедрением QR-кодов в регионе. Как считает Борис Ларин, ограничения, которые действуют сегодня, гораздо мягче, чем в начале пандемии в 2020. Речь, например, идет про обсерваторы для прибывших из других субъектов. Здесь у алтайского омбудсмена вопросов больше. Что касается QR-кодов, как пояснил Ларин, часто в обращениях больше эмоций, чем конструктива. Если никого не обидеть, от неадекватно эмоциональных до тех, которые реально хотят вдумчиво разобраться в правовой линейке принятых этих решений, обоснованности этих решений с точки зрения конституционного права. Есть 55-я статья Конституции, есть приоритет права на жизнь и права на охрану здоровья. Также уполномоченный по правам отметил, что поступающие жалобы на QR-коды выглядят однотипными и как будто выходят из одного центра. Якобы меняются лишь фамилии авторов. Меры по оказанию помощи людям, страдающим наркотической зависимостью, рассмотрели на встрече губернатора края с представителями Алтайской общественной палаты. Участники заседания обсудили, какие мероприятия нужно проводить в крае для профилактики и лечения людей в состоянии разного вида опьянения. Также на встрече рассмотрели стратегию развития региона вплоть до 1935 года. Общественная палата выдвинула ряд предложений. Виктор Томенко отметил самые удачные из них. Губернатор также оценил уже проделанную работу палаты, в частности вклад в проведение осенних выборов в КЗС и Госдуму и формирование краевого бюджета. Те, кто активной деятельностью занимается в период, скажем, и выборных кампаний наших, тоже были отмечены. Так и двое ваших коллег, наших с вами коллег, которые в тот декабрь сидели здесь за столом, сегодня они депутаты Алтайского краевого законодательного собрания. Мы активно видим вашу активную работу. Сейчас общественники сформировали план работ на начало 2022 года. Помимо инициативы о регламентированной помощи людям, которые находятся в наркотическом или ином опьянении, в числе ключевых законопроект о научно-техническом и инновационном развитии края, экологическом образовании. В продолжении медицинской темы на Алтае впервые отбирали лучших молодых врачей. Среди победителей есть и два барнаульских специалиста. Это врач-терапевт третьей поликлиники Светлана Ломжина и акушер-гинеколог краевого перинатального центра Маргарита Андреяхова. О золотых кадрах и медицине расскажет София Яценко. Вы болеете гипертонической болезнью. Сколько лет вы страдаете гипертонией? Много лет вы. Более 10 лет. Более 10 лет. Выявлять болезни, лечить, а иногда и спасать. Стать врачом Светлана решила еще в детстве. После окончания медуниверситета попала в интернатуру. Прошла курс поликлинической терапии и поняла – это ее место. По работе здесь в интернатуре я осознала, что мне это нравится, это моя область, мне здесь комфортно, я в ней хочу развиваться дальше. Ну, как говорят, призывание. Я приобрела определенный опыт работы по терапии, все оценила. Мне эта специальность понравилась. И я решила вернуться сюда на работу. Врачом-терапевтом девушка работает уже 8 лет. Узнав о конкурсе «Лучший молодой врач», насчет кандидатуры у руководства поликлиники сомнений не было. Престиж участкового терапевта, о том, насколько это важная и необходимая, а самое главное – безумно интересная работа. Вот именно с этой точки зрения мы Светлану Алексеевну выдвинули, и она полностью отвечает всем требованиям истинного участкового терапевта. Было немножко неожиданно, потому что первое место все-таки в крае. Ощущение непередаваемое. Для Маргариты профессия акушера-гинеколога – мечта детства. Поэтому после учебы в университете проблем с выбором направления не было. За 8 лет в больничных стенах, признается, стала только счастливей. Я настолько люблю свою профессию, что я полностью отдаюсь этой профессии. Может быть, это и помогло мне победить. Я очень люблю, правда, свою профессию. Приходя на работу, я иду счастливой, ухожу с этой работы счастливой и получаю огромное количество эмоций и адреналин. Малыш уже в детском, я не ждет вам. Сейчас мама приедет, это будет с малышей. Победить в конкурсе, признается Маргарита, ей помогла не только любовь к профессии и старания, но и помощь коллектива. В СССР это были отчеты, это та же самая съемка. Наверное, самая волнительная для меня была эта видеосъемка, так как я человек, который не столь публичный. Да, отчеты о работе, в принципе, просто нужно было выразить то, что ты выполнил за время своей работы. Награждать лучших в своем деле по всем номинациям будут в январе следующего года. За первое место врачи получат 110 тысяч рублей, за второе – 77, третье – чуть больше 40. София Ценко, Дмитрий Денисов, День с толком. Учительница, пострадавшая в смертельном ДТП со школьниками в Тальминском районе, пришла в сознание. Но ее состояние врачи пока оценивают как тяжелое. Тем временем, следственные органы продолжают проверку и выясняют обстоятельства страшной аварии, которая унесла жизни трех второклассников. Водитель и еще один школьник отделались травмами. Возбуждено уголовное дело. Напомним, трагедия произошла 29 ноября на железнодорожном переезде между селами Луговое и Наумово. Столкнулись Тойота и снегоуборочный поезд. 50 юных бизнесменов и более десятка потенциальных инвесторов. Полуфиналисты конкурса «Фабрика бизнес-идеи» встретились с экспертами, чтобы рассказать им о своих проектах. Встреча прошла в формате конвейера. На презентацию идеи участникам давалось лишь 10 минут. Подробности далее. Как правило, начинающим бизнесменам трудно объективно оценивать риски и перспективы своего дела. Также нелегко бывает попасть за советом к старшим товарищам. Но полуфиналисты «Фабрики бизнес-идей» получили эту возможность. В формате экспресс-консультации они презентовали свои идеи 13 экспертам. Но теперь не заметить не выйдет. За 10 минут общения с экспертом участники должны были раскрыть суть своего проекта и получить оценки сразу по нескольким параметрам. Среди них реализуемость идеи, финансовая составляющая и подача. После анализа эксперты давали рекомендации. Предложили поучаствовать в различных ярмарках, предложили свое участие, то есть где-то посоветовать нас, где-то дать какие-то советы, дать список блогеров, с которыми можно посотрудничать. При этом посотрудничать можно не только с блогерами, но и с самими экспертами. Многие из них искали здесь проекты для совместной работы и инвестиций. И по словам состоявшихся бизнесменов, среди подрастающих конкурентов действительно есть те, на кого стоит обратить внимание. По итогам дня экспертного конвейера из 50 участников будут выбраны 15 лучших. Они станут финалистами проекта «Фабрика бизнес-идей». А победители определят в суперфинале, который состоится уже 13 декабря. Артем Гусельников, Александр Антропов. День с толком. Многодетные и малоимущие семьи со всего края смогут бесплатно обмениваться вещами. Такая возможность появилась благодаря уверенной победе общественной организации «Много деток хорошо» во Всероссийском конкурсе благотворительных проектов. Награждение волонтеров из Барнаула прошло на днях в Москве. Там победителям вручили 3 миллиона рублей на развитие своей деятельности. Выигрыш создателей проекта планируют потратить на расширение географии помощи многодетным и малоимущим семьям. Для этого в первую очередь общественники закупят необходимое техническое оборудование. Материально-технической базы не хватает обеспечения, не хватает тех же вещей, потому что в районах немножко поменьше. Здесь у нас в Барнауле приносят больше, гораздо вещей, а там у них очень мало. И мы хотим те остатки, излишки, которые у нас остаются в Барнауле, вывозить их на край, чтобы акцию расширить. Еще одна покоренная высота. Краевой театр драмы, едва отпраздновав 100-летний юбилей, привез домой престижную награду. Он признан лучшим региональным театром премии зрительских симпатий «Звезда театрала». Премия «Звезда театрала» – это профессиональный конкурс. Его особенность в том, что победители выбирают сами зрители путем голосования. В этом году в конкурсе участвовали учреждения культуры со всей страны, но лидерами, вошедшими в шорт-лист, стали театры драмы из Барнаула, Ярославля и Севастополя. Кстати, и сама номинация «Лучший региональный театр» появилась по просьбе зрителей, которые хотели поддержать коллективы в своих городах. Жители нашего края, как видим, не скупились отдать свой голос. Они активно поддерживали Алтайский театр. Его директор Любовь Березина поблагодарила за активное доверие. Да, вот мне вручали эту статуэтку. Это, конечно, невероятное счастье. Счастье того, что мы поставили не точку в праздновании столетия, поставили такой яркий восклицательный знак. Восстановить отношения с детьми и выйти раньше на свободу – такой шанс дает осужденный проект «Рождественская елка», который проводят в алтайских колониях уже седьмой год подряд. За это время тысячи детей, получив новогодние поздравления от своих мам и пап, стали счастливее. Подробности у Валентины Аскеровой. Весточку из мест не столь отдаленных своим детям в канун Нового года отправляют алтайские осужденные. Александр поздравляет двух дочурок – душевная открытка и мягкие игрушки для самых любимых уже второй год подряд. Девочки были рады мягким игрушкам. Они были веселые и довольны. Я с ними разговаривал по видеозвонку. Они были замечательны. Получил фотографии волонтеров с моей семьей. Цель проекта «Рождественская елка» – укрепить, а где-то даже восстановить родственные связи между осужденными и их близкими. Хочу наладить отношения с дочками, чтобы они почувствовали, что у них есть, даже неважно, где я нахожусь, какое там между нами расстояние, что я люблю детей, чтобы они поняли, что я не забываю про них, что они у меня самые-самые, можно сказать, любимые дочи, что я их очень люблю. В Нижнем Новгороде была ситуация, когда мальчик категорически не хотел общаться с папой, но когда позвонили люди, незнакомые, и сказали, что мы хотим тебя поздравить и подарить тебе подарок от папы, для него это было что-то невероятное. Он согласился, подарок принял и написал потрясающее письмо своему отцу, где он написал, что я тебя люблю, я тебя прощаю. Праздничные открытки и подарки волонтеры проекта начнут развозить детям осужденных 20 декабря. В этом году около тысячи ребят как никто проникнутся рождественской атмосферой, ведь подарки им пришлют самые близкие по крови, но разделенные обстоятельствами и расстоянием люди. А малыши, в свою очередь, вышлют ответное послание, чтобы в канун волшебного праздника их папа и мамы тоже почувствовали себя счастливее. Валентина Аскерова, Иван Сухасыр. День с толком. И в продолжении новогодней тематики. В Барнауле открылась выставка уникальной коллекции елочных украшений. Для кого-то она станет теплым воспоминанием о детстве, а кто-то соприкоснется с уже несуществующей эпохой. Об игрушках, которые уцелели в блокадном Ленинграде и пережили смену веков, расскажет она Рашагирова. Это вот виноград. Обратите внимание, это стекло. Отдельная каждая ягодка отливалась, и потом вот на каркас этот собирались. Когда-то этим игрушкам отводили почетное место на елке наши родители, бабушки и дедушки, а то и прабабушки и прадедушки. На витринах украшения из разных периодов Советского Союза, рассказывает создатель коллекции Ольга Лужных. Это деколькомания, 1938 год. То есть эти игрушки цены тем, что точно известно, когда они были выпущены. Это те игрушки, которые пережили войну, то есть, представляете, разрушались города. То есть все сжигалось, все, что можно. Их не брали с собой в эвакуацию, естественно, их не брали с собой в бомбе. Это не предметы первой необходимости, естественно. Они уцелели, то есть даже бумажные флажки, то, что сгорает в войне, они уцелели, они как бы дожили до наших времен. А уже после войны стеклянные шары стали нести еще один смысл – о хрупкости, спокойной и мирной жизни. Вот, к примеру, серия украшений, выпущенных ко дню молодежи в 1957 году. На нем было изображение голубя, на всех шарах были изображения двух голубей, самого голубя. И везде было слово «мир». Либо «миру мир», либо просто «мир». Серия состояла, по-моему, из пяти или шести шаров. Тоже достаточно интересная игрушка, интересная тем, что она выпускалась к какому-то событию. Следовательно, она выпускалась только, условно, год-два, и на этом все. И если сегодня производители новогодних изделий могут смело воплотить в жизнь любую задумку в виде игрушки, то в советское время каждую фигурку утверждали на худсовете. И нередко игрушки отбраковывали, как не отвечающие запросам времени, либо отправляли их на доработку. Так, в 1961 году, когда Гагарин впервые побывал в космосе, новогодние елки украсили ракеты и спутники. А с приходом к власти Хрущева на елку вешали стеклянные овощи и грибы. Чуть позже, ближе к 70-м, появились игрушки в форме кухонной утвари. Вот посуда была выпущена. Вот эта вот она, последняя, поздняя игрушка. Она где-то года, наверное, 70-е. Вот эта вот ранняя. Как они отличаются. Вроде простая форма, за счет рисуночка. Вот эти самоварчики где-то 60-е годы. Были более сложные формы самоваров, чайников, были целые наборы. Свою коллекцию Ольга Лужина создавала 5 лет. Что-то родом из ее детства, что-то от знакомых, некоторое покупала. И за всей этой игрушечной историей женщина подмечает, что Новый год всегда был и остается у людей любимым праздником. И даже вот в блокадном Ленинграде, вот не помню, 42-й год или 43-й, была проведена елка для детей. И там подарком была маленькая котлетка и кусочек хлеба. Я думаю, это был самый ценный подарок на самом деле для детей на то время, чем какая-то коробка, не знаю, книга или еще что-то. Конечно, то есть насколько была важность проведения праздника. Почувствовать атмосферу советского Нового года можно в центре Барнаула. Выставка работает ежедневно по адресу проспект Ленина, 107. Анна Рашагирова, Андрей Печоркин. День с толком. А на этом у меня все. Телефон нашей редакции 205-545. Через несколько секунд о погоде спонсор прогноза компания «Эвалар». До встречи! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok